Стремительный и досрочный вывод американских войск из Афганистана в отечественных СМИ принято называть их бегством и поражением. Увы, но если внимательно и спокойно разобраться, то получается, что это всего лишь очередной стратегический ход США в новой холодной войне против России и Китая. И ход очень эффективный. На сегодняшний день террористическая группировка «Талибан», запрещенная в РФ, захватила под свой контроль уже более 80% территории этой страны. Есть все основания говорить о воссоздании Исламского Эмирата Афганистана. Что же это означает для всего региона Центральной Азии, Китая и России? Сперва необходимо сказать несколько слов про сам «Талибан». Это исламистская вооруженная группировка, которая уже захватывала власть в Афганистане в середине 90-х годов и правила им до 2001 года. Данная организация признана террористической совбезом ООН и Верховным судом РФ. Идеология талибов основана на таком течении ислама, как ашаризм. Это означает, что любой несогласный с ним считается заблудшим и подлежит гонениям. Так, в 2001 году «Талибан» разрушил многие немусульманские памятники в Афганистане, чем вызвал крайне негативное отношение к себе во всем мире, в том числе в мусульманских странах. Талибы установили нормы шариата и жестко следили за их исполнением, выступали против того, чтобы женщины работали и учились, появлялись в общественных местах с открытым лицом. Под запретом при них оказались телевидение и интернет, музыка и изобразительное искусство, компьютеры и шахматы, употребление алкоголя и обувь белого цвета. Все мужчинам надлежало носить бороды определенной длины. И вот теперь во власти талибана вновь оказалась уже практически целая страна. Ключевой вопрос, что талибы будут делать дальше – строить свой идеальный исламский мир в отдельно взятом Афганистане. Или же испытают головокружение от успехов и пойдут дальше, к заблудшим соседям. Напомним, что это государство граничит одновременно с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном, КНР и Индией, спорным штатом Кашмир. Иначе говоря, перед радикальными исламистами открывается дорога сразу к трем злейшим врагам США – Китаю, Ирану и России через Среднюю Азию. Одним своим ходом с выводом войск, Вашингтон создал кучу потенциальных проблем и Пекину, и Тегерану, и Москве. Уже только по этой причине уход американцев нельзя называть их полным поражением. Давайте в общих чертах посмотрим, какие именно проблемы может создать им всем талибан. В настоящее время представители группировки находятся в Москве, где ведутся переговоры о дальнейшем нашем с ними сосуществовании. Очевидно, талибы предлагают гарантии того, что не будут проводить внешнюю экспансию, в обмен на признание своей власти. Напомним, что в прошлое свое пришествие Талибан был признан только ААА, Пакистаном и Саудовской Аравией. Вероятно, на данном этапе риск прямой агрессии со стороны исламистов в отношении соседних стран не столь велик. Талибам сперва необходимо взять страну под свой полный контроль, произвести чистки среди несогласных и укрепить свою власть, а также максимально легализоваться в глазах мирового сообщества. По этой причине в самое ближайшее время ожидать перехода границы вооруженными бородачами стоит едва ли. Однако есть опасность иного рода. Война в Ираке и Сирии показала, что в регионе имеется большое количество сторонников идеи радикального ислама, готовых встать с дивана, взять в руки оружие и отправиться в далекую страну воевать за единоверцев. Немало таковых нашлось, например, в Таджикистане и Узбекистане. Успех талибов в Афганистане может стать триггером для начала внутреннего бурления в бывших советских среднеазиатских республиках, особенно если оно будет поддерживаться извне. В последствии, если в Таджикистане или Узбекистане начнется некий конфликт между официальными властями и местными радикальными исламистами, уже им на выручку могут прийти братья по вере из Афганистана. Таков уж по своей сути религиозный фундаментализм, что требует внешней экспансии. Это означает только одно, даже успешные переговоры с талибами о разграничении сфер влияния будут носить только временный характер. Это только отсрочка практически неизбежных будущих проблем. Афганистан под талибами – это бомба замедленного действия, причем взорвать ее может найтись масса желающих. Да, бородатые закаленные в боях боевики могут пойти в условном северном направлении – в Таджикистан и Узбекистан, и дальше – в Туркмению, в Киргизию, в Казахстан. Это все близко, там проживают представители родственных по крови народов. Для России эта экспансия представляет страшную угрозу. Но ровно с тем же успехом талибы могут пойти и на юг, перейдя дорогу Китаю. Самое интересное, что подтолкнуть их в этом направлении могут не только американцы, но и иные внешние игроки. Как известно, внешняя торговля Пекина, а также импорт углеводородов и иного сырья, напрямую зависят от Южно-Китайского моря. Осознавая свою уязвимость, КНР вкладывает колоссальные средства в строительство сухопутного нового шелкового пути, и важной частью этого транспортного коридора является Пакистан. На юго-западе этой страны, неподалеку от Армузского пролива, имеется порт Гвадар, который крайне заинтересовал Китай, поскольку связывает Центральную и Южную Азию с Ближним Востоком. КНР инвестировала миллиарды долларов в строительство дорог и прочие инфраструктуры, соединяющих ее крупнейшие промышленные центры с пакистанским Гвадаром. Этот порт получил название «Новый Дубай», что ужасно не понравилось УАЭ, в самом распиаренном городе Эмиратов расположены крупнейший ближневосточный порт Джибель-Али-Джеф-Али и порт Рашид. Арабский Дубай является мощнейшим региональным логистическим центром, дающим большой вклад в экономику УАЭ, но развитие Пакистана-Китайского Нового Дубая составляет для него серьезнейшую угрозу. Принято считать, что главный подстрекатель конфликта в регионе – США, но это не совсем так. Преследуя свои интересы, УАЭ начали поддерживать пакистанскую оппозицию, а также восстановили и активизировали связи с Индией, которая также выступает против Нового Дубая. А тут еще и в Афганистане власть сменилась. Напомним, что в числе трех стран, признавших Талибан в прошлый раз, были объединенные Арабские Эмираты. Также в прессе можно найти информацию о поддержке талибов со стороны ОАЭ. Получается, что есть настоящий антикитайский альянс, который напрямую заинтересован в том, чтобы поджечь ситуацию в Пакистане на новом шелковом пути. И что же остается Москве и Пекину? Очевидно, необходимо объединять усилия для своевременного купирования и экспансии радикального исламизма. Для России повторный приход Талибана – это не только угроза, но и возможность для объединения перед внешней угрозой вокруг себя, бывших советских, среднеазиатских республик. Это можно сделать по линии ОДКБ, превратив эту бумажную организацию в реальную региональную оборонительную структуру, вернув обратно Узбекистан и пригласив Туркменистан, а также создав эффективные и мощные коллективные силы совместного реагирования. Как мы рассказывали ранее, за военным союзом может последовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС и позитивные политические преобразования в Средней Азии. Вот только делать это надо побыстрее, пока вакантное место заступника не заняли другие шустрые игроки, вроде Турции. Продолжение следует...